Ну что, поехали! Всем почули, добро пожаловать на мой канал парфюмерии! Сегодня мы поговорим и познакомимся с новинкой этого года, которая совершенно недавно появилась на полочках, и мы говорим о Dolce & Gabbana, красивейшем флаконе, аромат Devotion. Парфюмером этого красивого аромата является Oliver Cress. Если вам интересна эта тема, если вам интересно познакомиться, чем же пахнет новиночка, оставайтесь на моем канале, будет интересно. Если вы впервые заглянули на мой канал, подписывайтесь обязательно, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, не пожалейте лайк, всегда стараюсь, ну и пишите комментарии, мне очень приятно. Работы Oliver Cress мне очень нравятся, есть у меня флаконы. В парфюмерном моем шкафу, и есть у меня такая тема, рубрика на моем канале, если вы еще не видели, о выдающихся парфюмерах и о их работах, которые я приобрела и поставила свой парфюмерный шкаф. Пока вышло два видео, но будут пополняться, и Oliver Cress, конечно же, есть у меня в списках. И может быть до того момента, как я сниму про него видео, появится у меня и новиночка флакон, потому что мне он очень понравился. Во-первых, я увидела флакон, везде появились фотографии, и думаю, о, какая красота. Это сердце характерное Dolce & Gabbana, которое везде у них на ремнях, на сумках. И на флаконе мне понравилось, как это выглядит. И заходя в магазин парфюмерный, увидела этот аромат сразу же на входе, потому что это новинка, прошла сначала внутрь, посмотрела другие ароматы, и на выходе там была куча консультантов, думаю, нет, все равно подойду. Любопытство мое, чем же пахнет этот аромат, не буду же я покупать только из-за флакона. Нанесла на блотер. Этому блотеру 3-4 дня он все еще пахнет аромат про лимонный пирог. Прежде всего на старте идет ваниль. Красивая такая кондитерская вкусная ваниль и лимон. Лимона здесь много, причем поначалу он такой более сочный, такой в тортике засахаренный, но здесь выходят и такие шершавые, шероховатые нотки, как будто кожурка от лимона. Мне понравился аромат, как он раскрывается, как он сидит на коже, и я шла с магазина вот так вот постоянно. Я оторваться от блотера не могла. Мне хотелось изучать, мне хотелось понять, лимон, ваниль я услышала, но были какие-то и другие нотки, которые меня цепляли, и я думаю, что же меня цепляет. Что же там такого вкусного положили в аромат? Мне понравилось, что ваниль, она не остается такой скучной, монотонной. Мне понравилось, что лимон, он тоже меняется, и это прям вкуснятина. Захотелось с Нового года, Рождества. Здесь панакота и ром также добавили в этот аромат, но сильно ромовые ноты я здесь не слышу, но аромат богатый. Вот у него прям какое-то нишевое звучание, он такой плотный, шершавый, какой-то пудровый, как будто здесь какие-то и бобы тонка есть. Вот, возможно, иногда бобы тонка выдают такую ромовую ноту. Возможно, здесь ром добавили, который оттеняет фон бобов тонка. Аромат такой плотненький, сбитый, шлейфовый, сексуальный, женственный. Очень мне напомнил аромат, подготовила я, который у меня есть, и это Сара. Этот аромат я брала из-за парфюмера. И да, парфюмер не является Оливер Кресп, это было бы очень странно. И парфюмером является Натали Лорсон, не менее талантливый парфюмер. И здесь про парижские пекарни, кондитерские, здесь тортик, здесь лимона много, здесь ванили много. И ароматы очень схожие. Здесь, единственное, он очень сладкий, мощный, лимонный, немножко монотонный. От него я устаю, и он прям такой шлейфовый, мощнятина, вкуснятина. Но ни за что не скажете, что это Сара. Вполне себе тоже какой-нибудь отличный люкс. Аромат новогодний, но, наверное, его уже не купить, потому что у Сары выходят парфюмы, потом уходят. Попадал он у меня в подворке, стоил он 16 евро, я его за 6 евро покупала на распродаже. То есть вообще топчик. И здесь мне аромат напомнил к базе такую шипровую историю. Он мне очень напомнил Фиори. Мой любимый Джорджо Армани Фиори. Не стала доставать флакон, но у меня есть флакон, и я за ним гонялась. Там такая цветочная история, такая шипрово-кислая. Здесь же шипрово-лимонно-ванильная история. Такая широковатость, красота, то, что я люблю в парфюмерии. И напоминает он мне немножко в том же направлении. Эксниило Веспроглиц новинка вышла весной. Там с мимозой такая же шипровая кислинка-база. Также могла бы сравнить этот аромат с герленом. Голубое платье. Здесь тоже с мимозой. Он очень похож на Веспроглиц, только поярче. И здесь такие же какие-то кислые цветочные моменты. Здесь это другая версия, обыгранность, красивый. Хочется его сейчас носить. Очень стойкий. Столько держится. На коже он тоже хорошо сидел. Красота. Очень богатейший. С красивым гурманским звучанием. На праздник, на Новый год, к ужину хочется его носить. Особенно на прогулки. Такие ароматы на холод, на мороз. Ну просто идеально. Обязательно протестируйте. Не проходите мимо. И даже если вам люкс как-то не очень. Обратите внимание. Потому что Оливер Кресп он молодец. И здесь, если бы была бы премиальная линейка Дольче Габбана, то вполне себе он бы тоже подошел. Потому что звучание, ну прям такое дорогое. Стоящее. Внимание. Прям такая женщина. Вкусненькая, строгая во флаконе. Тестировали ли вы новинку? Напишите обязательно. Видели ли вы уже эти красивые флаконы? И что вы думаете про этот аромат? Пишите. Давайте пообщаемся. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok